Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья» в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Елена Федотова, инструктор по фейс-фитнесу. Здравствуй, Елена! Здравствуй, Мария! Здравствуйте, наши дорогие зрительницы! Здравствуйте! Рада тебя видеть в нашей студии, Лен, ты уже несколько лет активно занимаешься фейс-фитнесом. И не только сама у тебя много последователей, не только по всей России, но уже и по всему миру. Сегодня говорим о фейс-фитнесе, говорим о красоте и о том, как вписать фейс-фитнес в график самых активных женщин. Действительно, фитнес для лица сейчас стал достаточно таким популярным уже трендом. То есть он входит в ритуалы ежедневного ухода, точно так же, как почистить зубы, причесать волосы, надеть красивое платье и сделать несколько упражнений для лица. И с тобой здесь соглашусь, как же его вписать в ритм современной женщины, потому что между тем, что ты знаешь, что это нужно делать, и делаешь, есть шаг, который называется привычка. Это пропасть целая, можно даже так сказать, для некоторых, потому что, чтобы сделать этот шаг, требуется просто какие-то колоссальные усилия. И самое главное – договориться с собой. И делать это ежедневно, потому что я правильно понимаю, да, что успех и результативность от занятий фейс-фитнесом всё-таки зависит от регулярности. Действительно, это занятие на всю жизнь, я могу сказать, занятие лицевой гимнастики, но и в то же время это удовольствие. Потому что, когда вы садитесь перед зеркалом и начинаете делать все эти упражнения, вы получаете неимоверное удовольствие от этих занятий. Во-первых, вы видите, как меняется лицо, как начинают раскрываться глаза, лицо приобретает такую приятную очень улыбку. С чем сложности обычно бывают в выработке привычки, в нехватке времени. Потому что сейчас ритм современных женщин, он такой, что ты должна быть и успешной мамой обязательно, потому что дети сейчас развиваются так быстро и быстрее, чем ты успеваешь за ними заниматься, чем ты успеваешь ими заниматься. Потом необходимо быть, хочется быть гармоничной и красивой женой без вот этого декретного пучка на голове. Встречать его с улыбкой, когда возвращаешься с работы, а ты на самом деле устала. И на работе то же самое, потому что особенно, когда руководящие должности, это все очень сильно откладывает такие стрессовые ситуации. И, конечно, это все фиксируется на лице. И получается некоторый такой замкнутый круг. То есть на лице формируются маски от мыслей, от того, сколько всего нужно сделать и везде успеть. И подключаются мышцы, ну, например, круговая мышца рта. Мы складываем губки более плотнее, прижимаем угол рта, стискиваем зубы, напрягается жевательная мышца. В общем, все это формирует некоторое такое напряжение, которое формируется на лице. И замкнутый круг заключается в том, что идет постоянный сигнал с лица в мозг о том, что что-то не в порядке, есть какое-то беспокойство. С другой стороны, для чего нам нужно лицо? Это средство коммуникации. Представьте, если бы мы с вами общались, и при этом у нас лицо ничего не выражало бы. Наверное, было тяжело понять, что говорит человек, что он хочет, и передать. Поэтому это и такое внутреннее состояние. И я считаю, лицевая гимнастика – это очень простой способ, скажем так, снять напряжение с лица. В этот момент у вас идет сигнал мозга с лица о том, что у вас все в порядке, все хорошо, уходит такая внутренняя тревога. И это также прекрасная профилактика возрастных изменений. Ну, то есть получается, что фейс-фитнес помогает женщине немного оттянуть поход к тем или иным специалистам. Ну, в частности, конечно же, обращаться за помощью к косметологам и использовать какие-то уже прям такие консервативные методы, чтобы вернуть свою молодость и красоту. Мы, естественно, все о них знаем. Конечно же, радует, что сейчас активно звезды включаются в эту работу и отказываются, и присоединяются к фейс-фитнесу. Действительно, сейчас уже большинство тех женщин, которые для многих являются эталоном красоты, и они действительно много вкладывают в свою внешность, обратили внимание на лицевую гимнастику. Потому что это очень быстрый способ заниматься собой. То есть вам не нужно куда-то записываться. Это мегаэкономичный способ. Это и экономичный, но я думаю, что у звезд там все в порядке, они могут ходить на любые процедуры, и они приходят и об этом говорят, что мы можем себе позволить все. Но сейчас желание женщины выглядеть естественно, иметь какую-то индивидуальность, а не быть примерно похожим, как сейчас иногда мы видим такую тенденцию, когда плюс-минус, более-менее есть какие-то определенные стандарты красоты. И уже сейчас считается, если ты себе что-то не колешь в лицо, то ты уже практически динозавр. Вот так я могу сказать. На самом деле, возможности организма достаточно большие у нас. И добавляя упражнения, их можно сочетать вместе с современной косметологией. И многие, кстати, тоже применяют такие методики для того, чтобы выглядеть естественно и моложало. Елена, действительно ли фейс-фитнес замедляет процессы старения? Такой провокационный вопрос. Касаемо, конечно же, нашей внешности, нашего лица. Дело в том, что старение – это естественный процесс. И мне кажется, например, стремление, когда тебе уже определенное количество лет, и ты хочешь делать себе лицо на 20 лет, то, конечно, это так не работает. Фейс-фитнес так не работает, и это неестественно, когда мы делаем это через нож пластического хирурга. Что же дает все-таки фитнес для лица? Например, после 25 лет что происходит? Ухудшается эластичность кожи, ухудшается синтез белков, кожа обезвоживается, то есть становится такой более дряблой. Потом нарушается дренажная функция. То есть из-за того, что просто даже ты устаешь, люди начинают больше отекать, потому что это связано как раз с шейно-воротниковой зоной. Капиллярная система, через которую мы получаем очень мощное питание изнутри, то капилляры становятся более хрупкими, менее эластичными, и через них, соответственно, мы получаем меньше питательных веществ. Поэтому такой землистый цвет лица, плюс добавьте ко всему этому напряжение. Сами по себе мышцы, которые покрывают, они создают очень красивый рельеф лица. Но со временем они начинают менять свои пропорции. То есть они уменьшаются в объемах, становятся более жесткими. Соответственно, из-за этих изменений визуально потом начинают меняться пропорции лица. И уже не так, как морщины начинают пугать женщин, а то, что глаза недостаточно широко раскрыты, овал лица, например, поплыл и все остальное. Подкожно-жировая клетчатка, которая покрывает наше лицо, и она отвечает за такую ровность и гладкость. Если мы потрогаем наших детей за щечки, то они такие достаточно упругие. И она со временем тает и еще под силой гравитации спускается вниз. То есть положение щек меняется. И, например, есть бытовые привычки, как, например, неправильная осанка. Вот такое положение сутулое тело. То таким образом мы еще больше добавляем скорости этим изменениям. Поэтому здесь вопрос идет о том, чтобы не просто задержаться в каком-то возрасте. То есть мы будем взрослеть, и мы взрослеем постепенно, точно так же, как в естественном мире. Но что дает фитнес для лица? За счет как раз упражнений улучшается кровообращение, улучшается лимфоток, восстанавливается эластичность, длина мышцы, восстанавливаются физиологичные функции мышц. То есть получается изнутри мы просто нормализуем этот процесс. И, соответственно, внешне это дает совершенно другой результат. Результаты есть у всех. И кто в 60 начинает заниматься, и кто в 30 лет приходит. Конечно, чем раньше ввести гимнастику в свои ежедневные ритуалы, тем больше преимуществ женщина сможет оценить. Лен, ну, конечно же, ты сегодня пришла не с пустыми руками, принесла нехитрое оборудование, в нашей студии находится. Хотелось бы, конечно же, от тебя несколько самых эффективных упражнений, которые запомнят с легкостью наши телезрители и будут делать каждый день. Чтобы благодаря этим упражнениям наши телезрители вернули упругость кожи, здоровый цвет лица и выглядели просто блестяще. Хорошо, будем сейчас с вами заниматься, будем делать упражнения для лица. Поскольку тема у нас сегодня про занятых женщин, все-таки как им вписать упражнения в ритм, то есть, не знаю, наверное, 5 основных моментов, такие, как говорится, must have, для упражнений, которые необходимо делать каждой женщине. Первое, на что необходимо обратить внимание, это осанка и положение головы, потому что 90% успеха от линии овала лица, от положения щек к высокой или низкой, это все зависит, конечно, от состояния осанки. Покажу одно упражнение, которое можно сделать сейчас в студии, сидя это упражнение на уменьшение холки и на раскрытие грудного отдела. Для этого поднимаем руки, разводим руки в стороны, соединяем лопатки сзади. В принципе, наши телезрители в домашних условиях делают это упражнение стоя. Да, и поскольку мы сидим, вы можете сделать стоя. Итак, соединяем лопатки сзади, руки параллельно полу, и делаем вращающие движения лопатками назад. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Еще десять раз. Это упражнение прекрасно раскрывает грудной отдел. Упражнение, которое уменьшает холку. Знаете, что такое холк? Это сзади такой холмик. Как раз его видно в профиль. И, как правило, дает больше возраста. Вот смотрите, мы сейчас сделали упражнение. На вас можно обратить внимание. Да, то есть, я думаю, оценили это сейчас телезрительница, что вы выпрямились. Вот постарайтесь запомнить такое положение. Как только вы почувствовали, что вы ссутулились, сделайте это упражнение на раскрытие грудного отдела. Это раз. Что следующее? Следующий момент – это лифтинг лица. Самый быстрый способ поднять лицо после осанки – это сделать себе прочесывание головы и отрывание волос. То есть заняться массажем волосистой части головы. Для этого мы берем за основание у корней волос и делаем такие отрывающие движения по всему участку, где у нас растут волосы. Зачем мы это делаем? Дело в том, что здесь у нас находится сухожильный шлем, который со временем, ссыхаясь, создает такой эффект. Знаете, шапочка, которая стягивает наше лицо вниз. Вот таким образом. Поэтому самый быстрый способ поднять лицо – это делать такое прочесывание. Массаж головы. То есть можно и прочесывать, и можно делать, сейчас это называется, отрывание. Но только предупреждаем, что не надо действительно отрывать волосы. Сильно отрывать. Аккуратно. Сухожильный шлем должен быть подвижен. Это еще улучшает и кровообращение, и улучшает рост волос. И плюс это создает очень хороший лифтинг в верхней части лица. Но все-таки если мы говорим о том, что мы работаем с лицом, то все движения должны быть максимально бережными, мягкими. О, это точно. Маша здесь абсолютно точно. Никакого экстрима. Да-да-да. Делаем все до чувства приятного сопротивления. Вот это упражнение, которое я показала на отрывании. Для занятых женщин, что я рекомендую делать, вы можете это совмещать в момент мытья головы. Например, нанесли бальзам для волос, ждете 2-3 минуты, уже надо подождать. И вот делайте такие движения. То есть вот вы использовали, как говорится, прикосновение к себе уже с пользой для лица. Сделали себе лифтинг лица. Так, следующее движение – это работа с ушными мышцами. Работа с ушами. Будем делать такое растирание для того, чтобы взбодриться. Потому что с утра встал, уже устал. Это известная всем картина. Особенно тем, кто сильно занят и много работает. Таким образом фиксируем пальчики. Размещаем здесь около ушных раковин. И делаем растирающие движения. Так тепло. Сейчас почувствует зрительница наша, что появился такой прилив энергии. Убери, что ты чувствуешь? Ну, очень тепло прям стало. Такое ощущение, что энергия появилась и большое желание что-то сделать. Так, но все уже ждут, говорят, когда же будут упражнения все-таки для лица. Волосы, уши, спина. Елена, мы взбодрились. Хочется, конечно, перейти уже непосредственно к упражнениям для лица. Что следующее? Следующее упражнение. Предлагаю расслабить подбородочки. Вот таким образом. Фиксируем пальчиками подбородок. Губки расслаблены. И медленно прокатываем подбородок вниз. Раз. Два. Три. Подбородки постепенно поднимаются наверх. Есть еще привычка поджимать их. Часто они находятся в напряжении. Ну, практически у 80% женщин, кто приходит на занятие, вот эта зона сильно напряжена. Поэтому расслабляем подбородки. Дальше расслабляем жевательные мышцы. Жевательные мышцы – это каркасные мышцы, которые вообще влияют на изменение пропорций в нижней трети лица. Есть привычка, свойственная многим, это стискивать зубы. Даже если вам кажется, что вы этого не делаете, скорее всего, вы все равно это происходит. Поэтому от нее желательно отказаться. И есть прекрасное упражнение на расслабление жевательных мышц. Мы ставим пальчики вот здесь, вот в районе, напротив мочек ушей. Если вы пожуете закрытым ртом, почувствуете, где она пульсирует. И делаем такие круговые движения, расслабляющие. Видите, как я делаю? Я не сдвигаю кожу вот таким образом. Очень нежно. У пальчиков очень сильный захватательный рефлекс. Конечно, хочется посильнее нажать. Думаю, что ты сейчас себе сделаешь большую пользу. Жевательные мышцы, они вплетаются в угол молодости, формируют очень красивый такой угол. И это упражнение, оно позволяет сохранить такую красоту и сохранить красивые пропорции лица. Кстати, после выполнения этого упражнения, какие могут быть сейчас ощущения, вам хочется слегка приоткрыть рот. То есть не хочется смыкать зубы сильно. Есть такое? И визуальный эффект может быть, что акцент будет больше сейчас на сколу, чем на нижнюю треть лица. Есть очень частая и вредная привычка напряжения круговой мышцы рта. Упражнение для губ. Упражнение, которое позволяет вернуть объем и красивый контур губам. Прикладываем пальчики вот таким образом. Прижимаем сверху, снизу. Прижали. Не вот так, а просто так и вот так. Прижали. И теперь подаем губки вперед, а пальчиками придерживаем кожу около губ. Смотрите, вот так раз. Какого-то мы хотим кого-то поцеловать. Два. Но делайте очень нежно, бережно к себе. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Отлично, Лена. Девять. Десять. Хорошо. И сразу, мне кажется, появился объем, и верхняя губа приподнялась. Вот даже у тебя. Вот я прям вижу. Хотя ты сделала всего семь раз. Да, то есть, если сделать раз 15-20, то вы увидите, как у вас будет приподниматься верхняя губа, чётче будут линии от носа к верхней губе, и это добавляет такой приятной моложавости внешности. Ну что, глаза? Глаза, конечно, глаза, распахнутый взгляд. Сделаем упражнение на уменьшение отечности верхнего века, как оно выполняется. Ставим пальчики на зону орбитальной кости, вот так вот под бровь. Поставили, делаем легкие. Делаем очень нежно. После того, как я говорю нежно, я подхожу на занятиях, прикладываю пальчики, оказывается, и мне говорят, я делала сильнее. Поэтому делайте очень-очень нежно. Чем нежнее, тем лучше будет эффект. Мягкие, прикладывающие, прижимающие движения в одной точке, раз, два, три, четыре, пять. Дальше идем, раз, два, три, четыре, пять. Мы не щипаем, а просто прижимаем, раз, два, три, четыре, пять. Хорошо. Теперь приподнимем уголки глаз, ставим основание ладоней в височную зону, приложили ладоню к голове, приподняли наверх на пару миллиметров, и теперь плотно открываем, закрываем глаза, не щуримся при этом, не хмуримся, точнее, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять. Убрали. Мы сейчас работали с вами с височной зоной. Вот всегда после этого упражнения кажется, как будто все становится ярче, краски ярче. Да, как только вы добавляете упражнения для век, то у нас также начинает быть задействовано упражнение на глазное яблоко, и зрение улучшается. Вот это упражнение, которое мы сейчас сделали, оно задействует височную зону, зону височной мышцы, которая отвечает за, визуально, что она нам дает, это приподнятый угол глаза и приподнятый уголок брови. Постепенно, меняясь в объеме, как я вам показывала, плюс добавьте эффект сухожильного шлема, вот происходит вот такой визуальный эффект. Поэтому что мы сейчас с вами сделали, мы приподняли эту зону. Как вы видите, упражнение занимает немного времени, но эффект вам в зеркале точно будет нравиться, особенно по утрам. Это буквально 5-10 минут, которые всегда можно найти в своем даже самом плотном графике. Упражнение на уменьшение напряжения межброви – самый популярный вопрос, как убрать хмурые морщины. Во-первых, перестать хмуриться, потому что кого можно напугать красивой женщиной вот таким выражением лица. Даже если вы хмурились и на кого-то сильно ругались, либо это обычно происходит, когда мы сидим за компьютером и концентрируемся над какими-то бумагами, то сразу такое озадаченное выражение лица. И вот эту озадаченность в конце дня желательно снять. Уже можно даже лежа на подушке, кладете пальчики между бровями и делаете легкие перебирающие движения для того, чтобы снять напряжение мышцы гордецов, мышцы сморщивающей брови. Вот если сделать минуту такое упражнение, то не хочется хмуриться. И последний сюрприз – это чайные ложки. Что мы с ними делаем? Можно меня? Держи. Две. Берете ложки. Можете заранее их положить в холодильник, чтобы они были прохладными. И делаем такие прикладывающие движения. Вот как мы пальчиками проходили с вами по зоне верхнего века под бровями, точно так же аккуратненько прикладываем ложечки к этой зоне. Височная зона. И потом идем по зоне нижнего века. слегка прижимаем кожу к глазничной кости. Это очень приятно. Когда ложки прохладные. Есть целый ложечный массаж, который можно делать по питательной маске. Ну, как они показывают. Ну, те упражнения – это далеко не весь фейс-фитнес. Нужно понимать, что это… Все-таки фейс-фитнес – это огромное количество разных техник, но все они в совокупности направлены на то, чтобы наше лицо выглядело прекрасно. В любом возрасте. Это точно. Когда женщина себе нравится, то, знаете, жизнь ее меняется. Меняется качество жизни. Замечают на занятиях, приходят, говорят, мне там носогубки брать что-то еще. А потом пишут, ой, тут со мной познакомились, здесь на меня посмотрели и так далее. Не потому что носогубки ушли, а потому что меняется выражение лица, задействуется мышца хорошего настроения. Лицо становится более открытым, уходит маска сосредоточенности. И с вами хотят разговаривать. Спасибо, Елена, что были с нами. Спасибо за этот комплекс упражнений. Я думаю, что наши телезрители запомнили его. А если не запомнили, всегда могут посмотреть на нашем сайте и повторять, сделать его вместе с нами. Спасибо. Будьте красивыми. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok